собака собака моя хорошая здравствуй ты купил себе уже квартиру батуми квартиру батуми купил нет пойдем выберем тебе квартиру батуми пойдешь мой хорош друзья в этом ролике я предлагаю вам прогуляться со мной по улицам батуми и обсудить что происходит на рынке неубежимости каждый ролик который снимается на эту тему всего лишь точка зрения не может претендовать на звание истины мое мнение возможно имеет значение потому что я проработал сфере недвижимости 7 лет в четырех разных странах болгария россия кипре и вот сейчас делаю видеоблог о новостройках груди сам я недвижимость не продаю но на канале вы найдете видео где мы с девушками моделями встречаемся с реальными застройщиками спрашиваем их о ценах и условиях покупки квартир эта информация позволит вам сориентироваться в ценах сделать правильный выбор также если вам нужен риэлтор для покупки вторичной недвижимости либо согласование скидки застройщиком пишите мне запросы ватсап он указан под видео я порекомендую вам специалиста и так батуми что представляет из себя этот город и какая у него ценность протяженность ликвидной части батуми 7 километров от морского порта до коррельца на аэропорт глубину этот город уходит примерно на 3 километра то есть грубо говоря нас интересует площадь 21 квадратный километр по которой уже около 150 нового стройка расположена дополняют картину дома из старого жилого фонда но старый жилой фонд я предлагаю не рассматривать потому что его амортизация близка к 100 процентам нет там еще что-то от домов конечно осталось но они с двух сторон поддерживаются пристройками если были батуми думаю видели эти пятиэтажки обстроенные со всех сторон в общем ликвидностью этих квартир есть их покупают и продают батумчане но инвестиционная привлекательность этих строений почти никакая поэтому в ролике мы продолжим рассматривать только новостройки если у кого-то будет интерес разобраться в старом фонде напишите в комментариях я постараюсь снять ролик и об этом тоже сам город батуми я бы разделил на три части судя по архитектуре город строился в три периода с конца 19 века все началось с района морского порта батуми там в так называемом старом городе до сегодняшнего дня сохранилась низкоэтажная застройка власти города не выдают разрешение на строительство высоток в этой части исторический центр предназначен для туристов он должен быть тихим покойным и уютным с узкими мощенными улочками и бесконечным числом кафе я пока снял всего один ролик о новостройке в этой части батуми этот дом который построил компания лайкхаус подписывайтесь на обновление скоро выйдет ролик про этот дом очень интересная архитектура и планировка здесь новостроек в историческом центре не так много но цены тут по европейским меркам сравнительно невысокий около тысячи тысячи трехсот долларов за квадратный метр хотя в батуми есть варианты и по 300 долларов за квадратный метр но совсем другом районе и на другой стадии строительства вторая часть батуми по моему скромному мнению начинается примерно с улицы мелькишвили и протянулась далее героев в этой части города присутствует некоторое количество частных домов но основная застройка этот дома так называемого советского периода 50 70 годы 20 века как я уже сказал особой инвестиционной ценности эти дома не представляет по причине почти полного износа в этой так называемой средней части батуми очень много законченных новостроек а также ведется точечная застройка между старыми домами это означает что здание вырастает между советскими девяти и пятиэтажками в результате территории вокруг домов почти нет улицы достаточно узкие и в период наплыва туристов катастрофически не хватает мест для парковки да и толпучка на улицах в этой части города тоже немалая купить здесь недвижимость можно но эта часть города на отрезке в 10 лет очень сильно начнет проигрывать новому батуми который начинается за аллеи героев я отмечу эту улицу на карте чтобы вам было понятнее так мы поделили город батуми на три основные части хочу заметить что в результате массивной стройки в последние 10 лет центр батуми сместился как минимум на одну треть и территориально находится примерно в районе парка 26 мая повторюсь это мнение и я уже подвергался за это мнение резкой критики батумских бабушек которые все свои сознательные 150 лет жизни прожили в центре и все еще кажется будто центр там где он был на момент их рождения но вернемся к новому батуми городостроительный план при создании нового батуми был более продуманный чем при застройке средней части и власти уже не так охотно позволяют строить на каждом клочке земли данный момент активно застраивается первая береговая линия нового батуми первый береговой я называю все дома находящиеся на расстоянии до 500 метров от моря вы легко одолеете это расстояние за 7 10 минут поэтому живя в таком доме и собираясь на пляж можно смело одевать сланцы а не сменную обувь набережная там частично сейчас закрыта на достраивается но до комплекса эйфории свободный доступ на пляж квадратный метр на береговой линии сильно отличается в зависимости от того закрыт вид на море соседним домом или нет строят по-прежнему очень плотно и если существует теоретическая возможность того что дом застроится соседним будьте уверены это теоретическая возможность реализуется ближайшее время землю застройщики покупают очень активно флагманом цена образования выступает группа орби это крупнейший застройщик батуми на сегодняшний день они строят апарт отели на первой береговой линии продают их по цене от 1600 2300 долларов за квадратный метр с ремонтом и мебели причем цены у них там если не ошибаюсь даже до трех с половиной поднимаются за квадрат но вот могу ошибаться по поводу верхней планки с учетом цен у конкурентов мое мнение таково что цены у них завышены примерно на 20 процентов относительно более мелких застройщиков которые готовы предложить продукт не хуже но не тратят так много на рекламу также крупным застройщикам можно отнести гумбати о них я надеюсь мы снимем роли в ближайшее время мне нравятся их цены а ds group по ним я еще не успел собрать информацию нужно четко разделять апарт комплексы и квартирные дома и вот почему апарт комплексы продают не столько как недвижимость сколько как продукт для бизнеса квартира в них подходит для использования в сезон отремонтированные и оборудованные они оснащены мебелью и техникой это означает что вы переплачиваете за стоимость ремонта мебели и техники с целью получить готовый продукт получив ключ от этого апартамента вы начинаете его сдавать окупается эта недвижимость примерно за 8 12 лет зависимости от того как дорого вам продали этот самый квадратный метр если кому-то будет интересно я сниму ролик о бизнес-модели окупаемости апартаментов где мы все посчитаем еще раз повторю окупаются апартаменты не за четыре и не за шесть лет от 8 лет и выше что в общем-то в мировой практике является нормальной допустимой цифрой для окупаемости недвижимости другой вариант недвижимости это квартирные дома здесь застройщики предлагают вам квадратный метр под 300 долларов на этапе котлована дешевле точно нет самое недорогое предложение по этой цене я показывал вам ролики как купить квартиру в законченном доме по 400 долларов за квадратный метр видеоряд как раз этого ролика я сейчас использую для того чтобы наложить его на звук своей речи если вы не видели этот ролик у меня на канале обязательно посмотрите это нижняя планка законченного жилья в городе батуми дешевле квадратного метра в завершенном доме я еще не встречал купив квартиру в таком доме вы сможете тут жить сами круглый год так как такие дома всегда газифицированы а это значит что зимой находиться таких квартирах комфортно зима в батуми хоть и теплая но дождливая другим плюсом таких домов становится то что нет фиксированной таксы за обслуживание инфраструктуры дома различных бассейнов консьержей рум-сервиса и прочего для кого-то это важно кто-то не хочет переплачивать выбирает каждый для себя и обратите внимание что квартирные дома и апарт комплексе они между собой очень слабо конкурируют потому что они предоставляют туристам разный уровень сервиса то есть кто-то готов платить за бассейн кто-то не готов поэтому эти две модели бизнеса я бы между собой особо сильно не пересекал как бы и то и то является недвижимостью поэтому возможно в сознании многих людей они путаются с моей точки зрения крупные инвесторы готовы покупать оптом по цене дороже 1000 долларов за квадратный метр батуми массово еще не зашли в основном пока покупаются апартаменты и квартиры до 1000 долларов за черный каркас у города есть все шансы заполучить этих самых якорных инвесторов но для этого нужно время и улучшенное качество инфраструктуры и она мало-помалу создается на возводится стадион рядом с аллеей героев и удлиняется пляжная полоса в планах насколько мне известно протянуть пляжную полосу до самого сарпи читая форумы я постоянно натыкаюсь на людей которые жалуются что у них плохо сдаются квартиры в реальности проблемы есть только у тех кто пытается сдать свое жилье дороже рынка давайте посчитаем как оно бывает предположим квартира с ремонтом обошлась человеку в 40 тысяч долларов а в сезон он ставит ее на airbnb по 60 долларов за сутки рассчитывая заработать на ней 60 на 95 тысяч 400 долларов за сезон а вне сезон еще и сдавать ее по 300 долларов в месяц и недоумевает почему же у него не получается хотя ответ на поверхности его предложение для рынка слишком дорогое слишком уж быстро окупится его недвижимость при таких ценах на сдачу поэтому никто особо и не снимает но иногда точечно может приехать какой-то турист не разбирающийся в ценах которые разово снимет и тем самым внушит хозяину этого апартамента что это рыночная цена и в этом большая ошибка тех кто сдает дорого давайте я приведу пример того что действительно работает на рынке батуми квартира в которой я живу с ремонтом обошлась хозяину примерно в 50 тысяч долларов этот центр города недалеко от макдональдса сезон он сдает ее по 45 50 долларов в сутки максимум 60 в августе тут хороший дорогой ремонт высокий этаж и красивый вид но не на море она горы это значит что за сезоном зарабатывать на ней примерно 4000 долларов квартире две спальни и кухня гостиная не сезон мне ее сдали всего лишь за 207 долларов без учета коммунальных платежей и общий домовых расходов это само собой оплачиваю я квартира не стоит не стоит дольше трех дней без арендаторов по словам самого хозяина и я склонен ему верить значит в год он зарабатывает на этой квартире примерно 6 6 с половиной тысяч долларов не испытывая нужды в арендаторах то есть она постоянно кем-то занята восьмилетняя окупаемость в действии без иллюзии без надежд и без ожидания глупого туриста стоимость его квартиры увеличивается примерно на 12 процентов в год что гораздо выгоднее чем банковский вклад и гораздо надежнее поэтому человек выигрыши и работает без стресса потому что он понимает реальную экономику и то что происходит вокруг а не ждет что раз год ему приедет богатый и очень глупый турист и заплатит ему две цены мы поговорили про старый средний батуми теперь давайте перейдем к новому батуми эта часть города расположена между аллеей героев и тянется до кольца с которого мы поворачиваем на аэропорт на данный момент первая линия нового батуми почти на сто процентов застраивается апарт-отелями основное движение тут происходит возле торгового комплекса метро сити мы снимали его в ролике шоппинг в батуми можете посмотреть это видео у меня на канале чтобы оценить размер и ассортимент этого торгового центра на 2 и 3 линии нового батуми в данный момент находится частный сектор власти города активно расселяют эти дома а на их месте появляются все новые новые многоэтажки надо отметить что плотность застройки здесь уже регулируется для домов планируют прилегающую территорию а также на передней части нового батуми разбит очень красивый сквер если в старом и среднем батуми это парк то в новом батуми это сквер деревья еще не очень высокие спрятаться в жару почти негде но выглядит этот сквер очень красиво и со временем станет еще гуще и зеленее качество новостроек здесь отличается от среднего батуми почти каждый апарт отель имеет собственный бассейн лобби бар я снял несколько таких комплексов и планирую снимать о них видео и дальше можете посмотреть их на моем канале в частности я говорю про саван хэвен комплекс sunrise сивью и в ближайшее время на канале у нас еще появится sky investment это комплекс который находится на 2 на втором ряду домов на первые линии скажем так ценник в этих комплексах начинается от 800 долларов и они будут оборудованы по последнему слову техники при этом рядом есть маленький но гордый комплекс star palace он не намного дальше от моря но цены в нем от 550 долларов за квадратный метр видео обзор на него тоже есть а еще чуть подальше дом юсупа и там цены уже по 400 долларов за квадратный метр хотя он должен был поднимать уже до 450 нужно уточнить реально актуальную цену это самое недорогое из того что есть в завершенных домах по городу давайте сделаем расчет скажем вы купили 1 комнатную квартиру 36 квадратных метров по 600 долларов за квадратный метр в данном доме это средняя цена за черный каркас сегодня еще в 200 долларов вам обошелся недорогой ремонт с материалами и 200 долларов стоило мебель и техника более менее приличного качества в итоге ваши затраты на квартиру с новым ремонтом мебелью и техникой составили 36 тысяч долларов за год вам нужно заработать с этой квартиры четыре с половиной тысячи долларов чтобы попасть в 8-летнюю окупаемость предположим вы не хотите заниматься посуточной арендой тогда в сезон вы сдадите эту квартиру с 450 500 долларов а в течение года она будет сдаваться по 250 300 долларов если же вы хотите сдавать ее посуточно то за летние месяцы ваша прибыль вырастет на 20-30 процентов чтобы в общей сумме погоду а что в общей сумме погоду изменит картину буквально на 300 400 долларов многие хозяева эти дополнительные деньги не привлекают и они сдают квартиры в долгосрочную аренду рентабельность инвестиций в этом случае составляет 12-12 с половиной процентов годовых есть еще и увеличение стоимости самой квартиры на 12 процентов в год и казалось бы мы получаем те самые шикарные 25 процентов годовых окупаемость 4 года 12 процентов мы имеем с аренды 12 с роста цен на недвижимость плюс минус по пол процента еще с каждой стороны но не надо забывать что есть такие нюансы как консервис который заберет себе 25-40 процентов от стоимости аренды апартаментов а также финансовые кризисы которые удержат рост цен на недвижимость на рынке поэтому покупая недвижимость батуми я бы рассчитывал на гарантированную прибыль в размере 12 процентов годовых они 25 как вас попытаются убедить недобросовестные игроки рынка подводя итог я скажу что рынок города батуми на сегодня развивается огромными темпами застройка ведется массовый туристический поток растет год от года проблема конкуренции сбивает верхнюю планку предложений по аренде но спрос есть и спрос растет среднем рынок выглядит очень бодро и нацелен вверх это означает что батумская недвижимость выгодно для инвестирования еще очень далека от пика своей стоимости для сравнения вы можете рассмотреть город сочи где цена на квадратный метр отличается от батумской примерно в три раза и это при гористом рельефе и постоянной угрозе сноса узаконенных домов от мэрии этого города курорта с другой стороны черного моря находится болгария и там стоимость апартаментов также начинается от полутора тысяч евро за квадратный метр на первой линии конкуренцию батуми могут составить курорты турции но значительные их минусы этой языковой барьеры невозможность находиться в стране целый год без вида на жительство равно как и в болгарии болгарии вы можете пребывать там до шести месяцев ой до трех месяцев прошу прощения в полугодии также цены на жизнь турции по моему личному мнению примерно на 20-30 процентов отличаются от цент в городе батуми если информация была полезна для вас я прошу поставить лайк и подписаться на канал если я что-то не досказал в ролике всегда рад дополнением от моих зрителей коллективное мнение дает более общую картину происходящего мат и оскорбления на канале не приветствуются а замечание по делу я всегда готов обсудить спасибо вам за уделенное время и до связи друзья